Всем добрый вечер, меня зовут Станислав. Сегодня у меня на обзоре два полтинника 1912 года, периода Николая II, ЭБ на Гурте. Один полтинник в состоянии аунс, другой в состоянии X5. Расскажу кратко о полтинниках, еще историческая справка будет, ну и состояние, и, конечно, реальные цены на декабрь 2021 года. И моя резервная стоимость этих монет. Вот, пожалуйста, эти монеты. Первый, который слева, это состояние аунс, второй состояние X5. В предыдущем видео о полтинниках 1912 и 1913 года я рассказывал кратко о Минсмейстере Эликум Иванович Бабаяц и Викторе Смирнове. Описание монеты. Серебро, 900-я проба. Лицевая и оборотная сторона имеют выступающий кант по окружности. Нормативная масса 10 грамм. Нормативная масса чистого металла 9 грамм. Монетный двор Санкт-Петербургский. Нормативный диаметр 2675 мм. Толщина 2 мм. Тираж 7 085 08 экземпляров. Аверс монеты. Изображен профиль Николая II лицом влево. Слева от профиля надпись B.M. Николаев II император. BM означает Божьей милостью. Я когда только начинал коллекционировать не мог понять что такое BM. Для меня это было загадка. Справа от профиля также по окружности вдоль канта. Но сверху вниз надпись. И самодержавец и российский. Реверс монеты. Сейчас как раз переверну. На реверс монеты. В центральной части изображение малого государственного герба Российской империи. Образца 1883 года. На гербе двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Выше находится такая же корона, но большего размера. Связанная с нижними коронами развивающейся лентой. Андрейского ордена. Правой лапой орел держит скипетр левой державу. На груди помещен московский герб. Святой Георгий на коне, поражающий копьем змеевидного дракона с крыльями. Московский герб окружает цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых вверх крыльях орла расположены гербы восьми царств. По четыре на каждом крыле. На левом гербе царства Казанского, Польского, Херсонеса, Таврийского. А также соединены в один герб великих княжеств Киевского, Владимирского, Новгородского. На правом крыле гербы царства Старханского, Сибирского, Московского и Великого княжества Финляндского. Хвост орла выполнил стилизованно. Под задней ногой коня Георгия Победоносца. Имеется знак гравера АГ. Им стал Авенир Геревич Грилихес. Его знак разглядеть сложно. Маленькие буквы АГ. Видны только при большом увеличении. Под гербом полукругом вдоль канта указан номинал и год чеканки. 50 копеек 1912 года. Число 50 выполнено более крупно. Хочу добавить на поддельных полтинников знаков гравера не найдешь. Гурт чистого серебра 2 золотника 10,5 доли скобка ХБ или Кумба Баянс. Историческая справка. Приблизительные цены в 1912 году в России. Соль. Первая соль килограмм. 5-6 копеек. Картофель второе. 3-4 копейки. Третья хлеб. 3-5 копеек. Это все в штуках. Мука. Килограмм. 18-25 копеек. Пальто. Одна штука 15 рублей. По этим ценам я могу сделать вывод, что монета была востребована. И хоть раз в 7 миллионов найти монету в состоянии АУНС и АУНС сложновато. Потому что она хорошо пользовалась в обиходе. Реальная стоимость монеты. На российских аукционах 50 копеек 1913 года в состоянии Х5 идет от 2 в 810 рублей. Это примерно 1037 гривен. Это данные одной нумизматической компании. То есть идут цены от 1037 гривен и выше. На аукционах Украины в декабре 2021 года в состоянии Х5 стоимость от 1100 до 1500 гривен. Это я посмотрел проходы на Виолити и сейчас стоимость на не аукционе, на Виолити. В состоянии же АУНС проходы выше, чем моя резервная цена. Моя резервная цена на монету в состоянии АУНС, 50 копеек 1912 года, 4000 гривен. А на полтинник в состоянии Х5 мой резерв 1100 гривен. Все зависит от состояния. Сейчас ближе покажу состояние каждой монеты. Вот первая монета. Это которая в состоянии АУНС. Здесь справа, в правом углу, справа, где Орел, видно вот небольшой микроударчик. Ну, его еле-еле видно. Ну, я хочу об этом сказать. Вот сейчас я взял. Видно, вот он еле-еле видно. До меня это самого было открытием. Я купил, не обратил внимания. Она у меня лежала в коллекции. Три года и только вот сейчас, когда убрал холдер, удивился, увидел этот ударчик. Ну, как он вообще тут еле-еле сейчас вот попытается. Ну, вот даже не видно реально. Ну, вот он еле-еле. То есть, можно сказать, что его нету. Я обычно рассказываю о таких вещах. Смотрим дальше гурт. Вы увидели уже, что ударчик там, ну, вообще незначительный. Гурт в хорошем состоянии. Штемпельный блеск. Вот опять сейчас вот. Вот такой вот еле-еле. Такой микроударчик чуть видно. Он мог и в мешке там, и при хранении, может, как-то получился. Поле. Поле аж горит. Зеркально, не царапин. Потертости нету. Нет на гербе. Состояние супер. Здесь сразу смотрим. Борода. Ухо. Часто есть надо потертости. Здесь вот состояние, сами видите. Красивая патина, где надписи. Вот я подразумеваю. Опять показываю. Гурт идеальный. Здесь Кант тоже. Все в порядке с ним. Вот такая монета в состоянии. Состояние унс. Х5. Х5. Тоже здесь гербовая сторона отлично. Потертости совершенно незначительные. Кстати, клеймо гравюра АГ здесь тоже видны, как на той же монете. Здесь ударщиков нет никаких. Поле тоже, обратите внимание, зеркальное, чистое, без срапин, без ударщиков. Гурт. Вот Кант сейчас, Кант, да? Мы сейчас смотрим. Кант идеальный. Смотрим Гурт. На Гурте. Тоже Гурт без ударов. Здесь вот, конечно, есть немножко потертости возле уха, где волосы. Ну и, как обычно, борода. Ну а так, монета в хорошем состоянии. Опять смотрим Кант. Кант все отлично. Без ударов. Монета в хорошем коллекционном состоянии. Поставил резерв 1100. Это минимум, конечно. Думаю, что еще, думаю, должны набить стоимость. Потому что на аукционах цена от 1100 до 1500 в таком состоянии. Вот две монеты поставил. Положил, вернее, рядом. Чтобы было заметно как раз отличие. Вот отличие только в бороде и в волосах там немного. В конце видео я дам ссылки на свои другие видео о полтинниках. О полтинниках, вообще царских монетах серебряных. Рекомендую к просмотру. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста. И подписывайтесь на мой канал. Всем удачи в торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч.